Нашей бабуле выдали подарочек Дню Россия. Посмотрим. Крупа пшеничная, лимончик, сахарочек. Хорошо. Казайский пригодится. Что-то консервы какие-то. Ладно, там села. А что же консервы? Ладно. Горох. Хорошо. Супчик гороху мы сварим. Это макарошки. И овсяночка. Овсяночка пожилым людям очень даже... О боже. Это что это? Ой, вот это позаботились, мамы. О-о-о. Вот это подарочек. Не, ну... Вот это подарочек к празднику. Пенсионеры кашку с мясом будут сразу кушать. Я поздравляю вас всех с праздником. И хочу сказать всего лишь одну вещь. Я, конечно, не Александрович Борьевича знала, но показать кое-что мне тоже буду. Что-то, чтобы вы понимали. Мужа у меня уже два месяца. И они поздравили с праздником. Маслечко. Моги немножко. Гречечко. Сахарочек. И овсяночка. Это не это завтракать, а это распечь пирожки. Спасибо. С праздником. Мы поняли одно сегодня, что мы никому не нужны. Здравствуйте, друзья. Российское издание «Пруфы» из города Уфа, это Башкирия, Урал, выпустили материал о том, как живут в этом городе беженцы из Мариуполя, которых вывезли в РФ. Статья называется «Мы никому не нужны, беженцы в Уфе, о том, как их ожидания помощи разбились о чиновников». И в ней, как уже понятно из названия, рассказывается о том, что людей, эвакуированных из разрушенного Мариуполя, просто бросили на произвол судьбы. Никому в РФ они оказались не нужны. Все рассказы пропагандистов о том, как российские власти страшно помогают Донбассу и очень сочувствуют его жителям, как обычно, оказались попросту враньем. Вот что пишут в этой публикации. На турбазе в поселке Мелькомбинат проживает 230 вынужденных переселенцев из Мариуполя. За полтора месяца своего пребывания в стране, где им обещали возможность вернуться к нормальной жизни, хотят, но не могут устроиться на работу, потому что так и не получили обещанные документы, и далеко не всем выдана гарантированная помощь в 10 тысяч рублей. Ну, понимаете, просто сумма очень большая, целых 10 тысяч рублей на одного беженца. Ну, это неподъемные деньги для России. Там на войну, на оккупацию, на калибры, на это все у них, конечно, есть, а на беженца целых 10 тысяч, нет, не вариант. Некоторые люди согласились поговорить с журналистами на камеру. И, в общем, дальше я просто покажу вам то, что они сами рассказали. Просто прямая речь. Ну, дали до временно жилье. А дальше? Мы же не можем снимать. Мы даже не знаем, какая у нас будет пенсия здесь, в Запорожской, в Харьковской области. Он издал закон, на который люди не надо платить вот этот вот налог, 3,5 тысячи. А нам дали по 10 тысяч помощи, получается, и заберут с каждого, с меня, с моего мужа. Ну, ребенок инвалид, я пишу заявление ее к себе и не сниму. Так а за что он же? Мы пенсионеры вчетвером. Пенсию сказали дадут только когда мы оформим гражданство. Мы должны теперь сами оформлять документы, сами ездить туда, поехать написать заявление, пакет документов приготовить. Так у меня же денег нету. За что я поеду на этом транспорте еще и с инвалидами? Подошла, говорю, ну вы же нам помогали, помогите и дальше. Вот они нам сегодня предложили, если вы хотите вернуться, поезд мы сформируем и езжайте. А куда? На руины. Там сейчас вот эти все дома сносят. А вот это просто классика. Вот вся Россиюшка в этой истории. Сначала они разрушили человеку дом, потом отвезли его в какую-то клаку. И говорят, не, ну если тебе не нравится тут, конечно, не живи. Возвращайся домой. А, дом разрушен. Ну так все претензии к Байдену. Здесь получается какой-то тупик. Мы не знаем, что нам дальше. Я так понимаю, и сами не знаем. Мы поняли одно сегодня, что мы никому не нужны. Сегодня сказали, что полгода, полгода, и вы можете идти снимать жилье. Пенсионер сможет снимать жилье. Здесь такие цены на продукты, а купить квартиру, я тогда вообще не хочу. И вот снять даже, ну даже снять, это не верно. Просто пойти уборщицей работать, медик, медик высшей категории у нас, медсестричка, да. Медик высшей категории, медсестричка. А без документов? Без документов все сгорели. Только диплом один остался? Да, только диплом один остался, да. Семьи сказали, говорит, обучение даже пойти кому-то, ну не уборщице, а ухаживать там за детьми или что-то там еще там убирать там. Мне говорят, обучение 5 тысяч робосей, это самое, за дво дня, да. Мы обучаем, и 40% вы устраиваетесь, первую получку вы 40% отдаёте нам. Вот смотрите, вот у нас даже проезд, проезд отсюда туда, да, довезут, мы сами здесь пройдемся. А по Уфе проехаться так, прокататься, я не против прокататься, ну дайте хотя бы на полгода, вы нас сюда полгода приютили. Может быть проезд как-то бесплатно это все организовать. В общем, сначала россияне уничтожили город, в котором жили эти люди, разрушили их жилье, разрушили фабрики на которых они работали, уничтожили все их нажитое имущество, а потом взяли их, погрузили, отвезли на Урал и поселили в каком-то клоповнике. Кому-то дали там по 10 тысяч рублей, на дружище, ни в чем себе не отказывай, кому-то не дали и того, вообще просто кинули и все, дальше делайте что хотите, долбитесь как хотите, ищите документы, оформляйте все, на вас наплевать. Ну что ж, это просто нереальная помощь Донбассу, я вижу мариупольцы просто счастливы, видите, эти люди светятся от счастья, они безгранично благодарны братушкам за такую нереальную щедрейшую помощь, как бы они прожили без всего этого просто непонятно. И вот в этом запредельном цинизме, вот это же вся суть современной РФ и русского мира, разрушить жизни людей, цинично их использовать, наврать, отвезти, выкинуть, вот это вот, в этом вся нынешняя Россия и ее российское руководство. При этом они рассказывают всем, что они страшно всем этим людям помогли, они считают, что они так кому-то помогают. Но вот их истинное отношение. Смотрите, ничего ж не надо выдумать, просто берутся факты и вот, пожалуйста, вот эти факты, они лучше вообще любых каких-то украинских материалов, репортажей, свидетельствуют о том, как на самом деле российское правительство относится к жителям Донбасса и как с ними на самом деле поступают. Поделитесь этой информацией, это очень важно. Давайте распространим, чтобы все знали, что происходит на самом деле и как россияне на самом деле относятся к жителям тех территорий, которые они пытаются сейчас захватить. Поделитесь видео, помогите его распространить и подписывайтесь на канал, потому что здесь звучит правда о том, что происходит в Украине. Субтитры создавал DimaTorzok